здравствуйте друзья сегодня у нас 5 августа пятница и сегодня путин встречается с президентом турции эрдоганом по этому поводу вашингтон пост опубликовала статью согласно которой путин нижайше будет просить эрдогана помочь в обходе западных санкций видимо он прочитал как и мы с вами доклад недавний ельского университета раскрыл глаза и понял что ситуация в стране экономического финансово очень плохо как пишет вашингтон пост за заголовком цифр в россии скрывается коллапс в значительной части российского производства а банковский сектор называют зомби системой где запрещено снятие депозитов депозитов в твердой валюте хотя россия стремится перенаправить торговые потоки через такие страны как индия и китай наложенный западом запрет на импорт высокотехнологичных компонентов привел к остановке некоторых отраслей промышленности в этой связи как узнал вашингтон пост путин будет просить эрдогана о следующем первое разрешить российским государственным предприятиям юридическим лицам и частным компаниям покупать акции нефтехимических предприятий нефтяных терминалов и нефтехранилищей территории турции чтобы таким образом реэкспортировать через турцию под этим прикрытием типа совместных предприятий или акционерных обществ нефть и нефтепродукты которые запрещено согласно насчет имеющимся ограничениях ограничением а со следующего года предстоит полную эмбарго на их поставку из россии в частности в западную европу второе россия также будет просить чтобы турецкие банки разрешили открывать корреспондентские счета для российских банков и таким образом значит российские банки смогут проводить свои валютные операции в обход западным санкциям ну и наконец путин хотел бы чтобы турция разрешила российским предприятиям организациям работать в свободных экономических зонах турции опять-таки для обхода санкций газета подчеркивает что турция пока не присоединилась к санкциям запада вообще официальная позиция турции заключается в том что эта страна следует только тем санкциям которые наложены организации объемных наций а нынешние санкции не могут быть объявлены он советом безопасности поскольку там россия имеет право вето но тем не менее до сих пор турция как-то так следовало за другими странами западной европы страны нато членом которой она является и до сих пор в но всяком случае в грубом нарушении санкции замечено не было так что наблюдаем за ходом этого визита и посмотрим что из него получится вообще надо сказать что турция под руководством эрдогана человека безусловного хитрого и чрезвычайно опытного создала своего рода хаб в частности в стамбуле вокруг него в котором происходит масса вещей которая касается путинской агрессии против украины там и переговоры за закрытыми дверями тайны и там и огромные сделки в частности по вывозу украинского зерна чем там нужно глаз да глаз за то за тем что там происходит потому что можно нарваться на крупную неприятность у меня такое впечатление что украина уже нарвалась но нарвалась но об этом поговорим чуть чуть попозже amnesty international как вы уже слышали у меня вчера был перерыв по уважительным причинам были были весомые причины на то чтобы отвлечься на некоторые другие важные для меня дела так вот amnesty international как вы знаете опубликовала заявление по поводу украины в этом заявлении она касалась и у и россии тоже говорю сказав что несмотря на любую критику в адрес украины это не снимает никакой ответственности с россии на за ее агрессию и за безразборчивая неразборчивая нас массированное применение грубой силы в том числе против гражданского населения но по поводу того чем объявили был обвинена украина вы знаете что я могу сказать по этому поводу amnesty international уже успела приобрести скандальную репутацию в отношении целого ряда стран ее обвиняли в том что представители этой организации иногда последнее время все чаще как бы пытается приподняться над к сторонами конфликта и как бы уравнять предлагаю предлагать одинаковые критерии применять и и к агрессору и к жертве агрессоры и террорист и террористу и такой же собственно говоря критерии к поведению жертве террора что собственно говоря неприемлемо нашу насчет и по этому поводу amnesty international неоднократно об этом было указано ее критиковали соединенные штаты америки израиль великобритания ну и естественно целый ряд недемократических стран включая китай россию конго там и кого что там как северную корею и кого там только нет в 2005 году amnesty international обозвала соединенные штаты самым главным в мире нарушителем прав человека как отреагировали сша они посмеялись был выступил по этому поводу на регулярном ежедневном брифинге представитель белого дома назвал это утверждение смешным сказал еще там пару предложений по этому поводу что типа всем известно что мы являемся лидерами пионерами защиты прав человека по всему миру и на это все и закончилось ну и израиль примерно так реагировал канада так примерно реагировала злобно реагировали не демократические злобные нарушители прав человека помимо всего прочего эту организацию обвиняли в сексизме и в харассменте то есть преследование там одних лиц другими лицами и запугивание и том что они непомерные высокие зарплаты и в общем чего там только не было но я что хочу подчеркнуть демократические серьезные благополучные страны они отвечали буквально в нескольких предложениях но очень вежливо крики вопли в ответ на неуместное заявление amnesty international считается правилом нехорошего тона и как правило значит к этому прибегали вот такие страны как типа северная корея китай конго там и и другие следующее красный крест здесь дело у нас посерьезней очень я бы сказал серьезно но вы знаете это это бомба красный крест заявил что он не имел никакого отношения к переговорам о фактически это была сдача сдачи в плен героев защитников азовцев часть из которых уже погибло они были просто зверски убиты в еленовке и и вот это и вот эта бомба потому что вы же помните как все было обставлено они то есть азовцы они следовали приказу показу свыше своего руководства они были за уверены вы помните они просили чтобы им сделали extraction extraction то есть это изъятие их их эвакуация из того района опасного в котором они находятся безопасное место и вот им якобы сделали эту обещали эту эвакуацию якобы под гарантии красного креста и оказалось то есть если бы они не знали что это вот есть гарантия и что это extraction так они бы наверное выбрали продолжение борьбы до конца но не подчинились приказу надеюсь что это именно extraction есть гарантии теперь оказалось что их обманули для десятков из них это стоило это стоило жизни вот этот нам бан уже то есть тех кто был убит в еленовке вот кровь их на совести тех кто их обманул насчет гарантии красного креста я к сожалению опасаюсь что судьба многих других будет не лучше я же как вы слышали обвинили в россии терроризме ну и там или или их замучают до смерти или с ними поступит также как вот тех которые находились в этом бараке в еленовке почему россия так сделает да потому что это враги это враги вот этот звезд фашистского режима они не могут оставить их в живых это высоко мотивированные люди я имею ввиду азовцев высоко мотивированные профессионалы это вот то самое страшное что противостоит расшистом фашистом оркам в украине они не смогли их победить на поле боя и как людям мелкие ничтожные они будут мстить им теперь когда они попали в их руки то что произошло это ужасно но не только потому что хотя потери живой людей героев которые достойны того это 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 мученики украины я бы сказал так и герои страны то есть трудно переоценить или не даться трудно недооценить их значение в том числе символическое но проблема не только в этом проблема в доверии вооруженных сил всех людей которые сражаются против орков сейчас на поле боя к руководству то есть этот обман он был чудовищным который нанес я уверен страшный удар теперь по взаимоотношения между бойцами и той владой которая дает им указания то есть более страшный удар по взаимоотношениям руководства и бойцов в свою территориальной обороны трудно было нанести на это если бы российские спецслужбы захотели провести спецоперацию в этих целях активное мероприятие вряд ли им удастся удалось бы сделать это настолько эффективно что необходимо сделать ну что сделано то сделано но необходимо купировать необходимо немедленно вы сейчас выявить того человека который виновен я не предлагаю делать чистку и зачистить там два десятка и всех их расстрелять до одного человека который в конечной инстанции выше так сказать в той команде которая занималась этим делом от которого поступил этот обман его он необходимо уволить и предать суду дабы было неповадно и это нужно сделать быстро для того в том числе для того чтобы показать что власть но бывает ошибки бывает страшные кровавые ошибки но лучшее что можно сделать в этой ситуации это быстро ее исправить любая задержка в этом плане она еще больше до непоправимых пределов подорвет доверие к этой владе этот человек должен быть уволен и предан суду если это можно я не знаю военнослужащий или нет он должен быть предан военному трибуналу но я думаю что и тут мы перейдем к следующему вопросу что видимо не так все просто в этом вопросе кто виноват и кто привел вот к этому чудовищному обману я слышал да я читал сообщения в соцсетях украинских о том что якобы одним из главных потенциально виновных в этом деле является глава нынешний глава гур буданов якобы ему поручили вести переговоры с красным крестом я не совсем это понимаю если буданов получил это приказ приказ ну он он не имеет смысла он глупый приказ потому что ну красный крест это международная организация уважаемая международная организация причем здесь спецслужба причем здесь гур с красным крестом к нему должны были обращаться представители офиса президента украины или мид или найти какой-нибудь если она есть уважаемого общественной организации украины или верховную раду надо было официально к ней обратиться и попросить провести переговоры это нормально в ходе войны именно красный крест должен вести переговоры об обмене военнопленными гарантии по этим обменам и там и так далее причем здесь гур то есть нельзя было найти более худшие организации и худшего руководителя этой организации чем гур и буданов поэтому я не уверен что может его сделать тяпкиным ляпкиным но я далеко не уверен что он действительно виноват в этом деле действительно он этим занимался у меня есть подозрение по поводу несколько по другому поводу в частности меня сегодня меня просили еще вчера позавчера прокомментировать предстоящую 5 числа то есть сегодня должна состояться встреча в стамбуле между арахамием арахами и романом абрамовичем и просили ее прокомментировать но вот она очень удачно так вписывается к тому что я сейчас сказал по поводу красного креста и во всей этой истории с предательством азовцев я не знаю состоялась она или нет началась она а если началась то закончилась но вопрос то есть они 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 на контакте арахамия и абрамович но сейчас я отвечу прокомментирую их потенциальную встречу скажем так ну давайте разберем кто такой абрамович вообще во всей этой истории в тех переговорах которые украина проводит с российским российской делегации уже достаточно долгое время в стамбуле абрамович абрамович к нему обратилась якобы украинская сторона по своей инициативе буквально через несколько дней после агрессии после 24 февраля то есть обратилась в феврале согласно газете le monde французской там какая связь была известный продюсер роднянский в украине который последние годы долго же в россии сейчас он насколько я понимаю приехал в украину сын его якобы консультируют правительство администрацию зеленского и вот сын обратился к папе то есть видимо сына обратился кто-то из-за администрации из упу сын к папе папа обратился к абрамовичу и вот уже в марте месяце в самом начале марта если не ошибаюсь числа 4 зеленский уже подмахнул бумагу назначая людей для ведения этих переговоров то есть оцените для начала скорость действия вот когда нападают на тебя агрессор до вспомните 22 июня 41 года люди в шоке то что они делают они прежде всего пытаются организовать оборону судя по совещанию по сообщениям ле монт влада первым делом начала лихорадочную работу потом чтобы установить неофициальный канал связи с агрессором то время когда в ссу просто гражданские люди участники террабороны предпринимали быстрые шаги по организации обороны значит некоторые люди в офисе в упу думали о переговорах переговоры о чем о сдаче когда когда колонны вражеской техники идут по направлению киева не знаю но тем не менее вот так абрамович туда попал дальше как сказала арахами он дал несколько интервью и голос америки телеграф его цитировал и журнал газете times of london попали в руки челобитные то есть прошение написанное арахами к властям евросоюза и предполагается тут то же самое не направили и руководству великобритании с тем чтобы сняли санкции с абрамовича так вот там указывалось что большинство соглашений по так называемым гуманитарным вопросом коридором объем обменом пленных было достигнуто через него это пишет архами то есть через абрамовича он проделал хорошую работу в отношении гуманитарных коридоров мариуполя из мариуполя бердянска и запорожье настолько хорошо он поработал в этом направлении что господина абрамовича продолжает арахами могут призвать помочь организовать еще один гуманитарный коридор из завода имелось ввиду завод завод азот как только появится возможность обязательно ему позвоню в своим письменном документе в челобитной в поддержку абрамовича снятия санкции арахами пишет что гуманитарные коридоры через которые было эвакуировано более 400 тысяч гражданских лиц почти полмиллиона это якобы сделал организовал абрамович и его усилия также привели к нескольким обменам военнопленными в результате которых несколько сот человек были освобождены вот его героическую работу провел абрамович ну и надо еще сказать что как только абрамович появился на этих переговорах выступил лично песков и сказал цитирую роман абрамович был включен процесс переговоров для того чтобы гарантировать внимание определенные контакты между российской и украинской стороной ну а теперь давайте вот разберем на составные части вот эту всю информацию роман абрамович челка если конечно богатый но всем понятно что сам по себе своей властью да у меня нет собственно говоря никакой власти но своей властью он никак не может освободить почти полмиллиона гражданских лиц и дать им возможность пройти через гуманитарные коридоры но нет у него в россии есть масса других людей богатых не менее богатой чем абрамович обратились именно к абрамовичу понятно также что никак он не мог освободить военнопленных своей властью он мог сделать услышав идею от киевских представителей доложить это тому кто может это сделать ну давайте с трех раз догадаемся кто в россии может принять решение а вот этих коридорах об освобождениях пленных и так далее это мы одного раза хватит бессловно это путин и не случайно заявление о том что абрамович включен в этот процесс для того чтобы обеспечить некоторые контакты между двумя странами сделал президент представитель президента российской федерации песков таким образом вот убрал вот эту всю словесную шелуху мы приходим к неизбежному выводу что весь смысл присутствия господина абрамовича в стамбуле на переговорах в качестве гонца из пизы но так это цитирую классика на самом деле представителя путина через которого идет конфиденциальная информация то есть через него ведутся переговоры архамия и другие лица которые в его команде ведут лично с путиным почему это не было названо когда спрашивали архамию почему раба рабович и так далее он говорил там о том что ну не формальной обстановке можно называть вещи своими нами не приду не не прибегая дипломатическим условиям условностям окей это можно понять но не в этом смысл абрамовича смысл его в том это канал связи напрямую с путиным это прямой телефон между архами и путиным ну и даже не арахами и потому что арахами понятно тоже не самостоятельный игрок в этом в этой игре надо наконец-то ясно понять что идут тайны переговоры на другом конце которых находится сам бункерный агрессор организатор всего этого который вспомните что он говорил про украину про украинский народ и так далее и и в чем его состоит цель в так называемой специальной военной операции на самом деле чудовищной пульс 2 чудовищной после второй мировой войны агрессии в европе ну и теперь значит о чем о чем о чем могут вестись переговоры но давайте прикинем путин а при всех его недостатках учитывая нам все кликухи погоняла которые ему заслуженно прилипли за последнее за всю его жизнь и значительная часть за 20 последних лет он все-таки долго находится власти он прошел огонь воду и медные трубы то есть по сравнению с ним в плане опыта в организации гнуснейших мероприятий по опыту коварства обмана всевозможных кровавых дел то есть по сравнению со всем этим в его лице у тебя люди которые находятся по другую сторону контакта через с которыми он ведет переговоры через через абрамовича они просто дети они наивные дети у путина что у него самого такой багаж которого нет у всех представителей значит все у всей команды архами вместе взятых но у него еще есть работающие спецслужбы профессиональные спецслужбы которых в администрации зеленского напрочь нет потому что ну часть из них была разрушена в предыдущие годы независимости украины особенно вот этот процесс пошел по ускоряющийся по моим наблюдениям где-то примерно середины двухтысячных годов а последние годы так они вообще были добиты и то есть вот такие вот мальчики которые почему-то непонятно решили что они могут управлять государством ведут переговоры через хорошего парня романа абрамовича вот с этим чудовищем ну как вы думаете какие могут быть переговоры вообще под сути дела какие могут быть во время войны кровавой войны которая унесла уже жизни десятки тысяч людей между кровавым агрессором и его жертв речь идет не только жертвах среди воюющих населения и военные гражданских лиц а сколько военных преступлений даже преступления против человечества он уже совершил со своими подручными в этих условиях вообще нормальные страны они ведут переговоры если такие есть или через посредников других стран швейцария допустим там для этого применялось или если речь идет о военнопленных об обмене и другим гуманитарных других гуманитарных вопросах это красный крест вот кто должен был вести эти переговоры они какая-то шайка лейка там собралась группа товарищей сели у костра съели мамонта обглодали его кости и теперь сели порешать вопросы вот как это происходит сейчас примерно так происходит это в стамбуле это ни к чему хорошему привести не может потому что ну можно ли доверять сколько но сколько говорено и написано в украинском пространство информационном что этому плешивому ему нельзя верить и вот с ним же ведутся переговоры о чем могут светись не переговор да только сдачи он контролирует обстановку он использует этот канал для манипуляции и вот вам ситуация не успели не высохнуть чернила над под этим самым соглашение по зерну на следующей неделе на следующий день на следующее утро удар ракетный по по одесскому порту ну и вот история с гарантиями красного креста вот необходимо разобраться для этого нужна специальная комиссия так по большому счету нормальной стране которые он в общем есть ответственные люди разобраться где решался на самом деле этот вопрос был ли там от буданов действительно вместе со своим гуром по всему по моему разумению их там и близко не должно было быть в контактах в переговорах с красным крестом о этих гарантиях они решались ли эти вопросы вот там вот в стамбуле через романа абрамовича и тогда становится все на свои места путин действительно манипулирует этими ребятами тем что он сделал с этими самыми с азовцами во первых вместо вместо экстракции получилось сдача в плен а потом их уничтожение частичное а теперь будут уничтожать тех кто остался и они просто это это в крови это в характере мордора вот так вот расправиться обмануть предать расправиться с со своими смертельными врагами и плюс еще послать соответствующий сигнал бсу для их деморализации сигнал звучит так победите ваше руководство вам сказала что это экстракция это не сдача в плен но теперь вы видите что стоит их слова ты вот что это за обозначается поэтому повторяю значит этот вопрос должен быть некоторые зрители мне пишут наивные люди большинство троллей правда но есть еще наивные люди что нельзя вот такие вопросы подымать во втором во время войны и господа то есть коней на переправе не меняют да это глупости коней на переправе не меняет это если кони могут идти хотя бы так волочить свои ноги а если у коня вместо четырех осталось две ноги и головы уже нету легала или глаза выколоты то это уже не конь это абуза его нужно отрезать по вода и выкинуть его к чертовой матери или самому же дать это тянуть эту телегу или другого впрячь нельзя помогал победить агрессора такой силой мощи коварства как мордор как путинский режим имея вот таких в руководстве на другой стороне понимаете это это смерти подобно страна обречена с этим поэтому просто необходимо я буду наблюдать и ждать и вот то что произойдет в ближайшие дни по определению кто виноват и что с ним будет это собственно говоря определит даже не наступление на юге украины но так или иначе будет а вот реакция или отсутствие реакции это будет основной это будет лакмусовая бумага которая покажет реальную позицию группы которые создал ермак под своим руководством в отношении отражения путинской агрессии ну и плюс значит как я вам объяснил это канал манипуляции украинской стороны через романа абрамовича хотя он то может быть и ни при чем через него поступает информацию о нее доносит в одну сторону потом в другую сторону он гонец гонцом не убивают мессенджеров не убивают посланцев но там еще по моему это помимо всего прочего там есть еще и материальное материальный серьезный фактор в размере 6 миллиардов фунтов стерлингов или 7 и три десятых миллиарда долларов которые еще заморожены романа абрамовича и за которые бьется арахамия помогая их разморозить типа роман абрамович хороший парень причем есть роман абрамович роман абрамович мессенджер кстати вот та роль который играет роман абрамович на эти переговоры переговоры на этих переговорах она полностью обнажает его истинную роль как доверенного лица путина кстати именно за это его поставили на связи она на санкции То есть, нужно ему теперь доказать, что он не имеет отношения к Путину, но тогда он должен будет доказать, что он своей властью может устроить гуманитарные коридоры для полумиллиона человек и освободить из плена сотни украинских военнослужащих. Как он это сделает, не имея контакта с Путиным, эта задача нерешаема. Ну так вот, помимо всего прочего, значит, вот эти 7,2 миллиарда долларов, которые, зная, как работает Путин и его команда, я вполне могу представить себе, увидеть в нем призовой фонд. Я не знаю, уже сказали это Архами или нет, но это может звучать примерно так. Ребята, если вы будете делать все, что вы услышите от Романа Абрамовича, то, что я скажу, все будет хорошо, вот это ваш призовой фонд. Пожалуйста, сделайте так, чтобы вы разморозили, а потом делайте с ним все, что хотите. Вот что я думаю по поводу этих контактов. С ними надо завязывать, господа, потому что кроме зрады там ничего быть не может. Понимаете? С одной стороны, вот этот агрессор, это чудовище, а с другой стороны, люди, которые никогда не имели ни образования, ни опыта работы в введении такого рода переговоров. То есть, это орудие манипуляции вот этой командой, в которой присутствует еще сильнейший материальный фактор. Перейдем к следующему вопросу. Прислали мне вчера статью из Financial Times, в которой говорится, что, вернее, в одном параграфе говорится, что если будет контрнаступление, оно должно быть в этом году, то будет оно, скорее всего, только в отношении Херсона. Но мы об этом с вами и говорили, что дай бог в этой ситуации на юге добиться каких-то успехов. То есть, главная задача – освободить максимум территории, чтобы агрессор не смог провести там референдум и объявить о том, что это территория теперь Российской Федерации. Вот что нужно. А остальные, значит, побольше, накопить силенки, накопить побольше техники и основной удар в следующем году. Ну и вот, это, то есть, в первом абзаце говорится о том, что, скорее всего, в этом, этой осенью, летом-осенью будет удар только в отношении, в направлении Херсона. Ничего страшного. Но там был другой ещё пассаж по поводу того, ссылаясь на неназванного официального лица из Украины, было сказано, что ВСУ до сих пор получило, то есть, только 30% обещанной техники, её мало, поэтому давайте будем ждать, она подойдёт. Ну и тогда новыми силами мы начнём наступление весной, следующего года. Что можно сказать по этому вопросу? Ну, собственно говоря, мы это с вами предвидели и так далее. Но, зная, что есть какое-то количество паникёров, которые можно начать кричать, что, а, вот, всё, теперь контрнаступления не будет, у нас воевать нечем, техники нет, не поставили. Вот что я вам скажу по этому поводу. Значит, техника поставляется и будет поставлена, не знаю, как по количеству, но по качеству, по способности решать те вопросы, которые поставлены вооружёнными силами, руководством Украины вооружённым своим силам, она будет поставлена. Чтобы совершенно чётко вы понимали, какая сейчас обстановка в администрации США по этому поводу, я вам изложу то, что написал по этому поводу в Нью-Йорк Таймс недавно Томас Фридман. Нью-Йорк Таймс – это самая крупная, самая влиятельная газета Соединённых Штатов Америки. Вот если надо, то есть даже ваш ноутпост с ней не сравнится в этом плане, если надо провести какую-нибудь информацию или идею на общенациональный уровень с тем, чтобы вы её приняли все, это нужно сделать через Нью-Йорк Таймс. Если она что-нибудь напишет, так по большому счёту, то спорить с ней вряд ли кто станет из других средств массовой информации. Ну а Томас Фридман – это уникальная личность, это трижды лауреат Пулитцеровской премии, трижды таких людей во всех Соединённых Штатах Америки за всю историю, она выдаётся с 2017 года, так вот, за всю историю этой премии таких людей было всего 10, он один из них. Это человек, который вхож в любое госучреждение, в Белый дом и, как говорят знающие люди, в частности, Майкл Макфол, сам который вхож в высшие эшелоны власти. Он говорит, что представители администрации с ним говорят охотно и откровенно. Так вот, комментируя недавний визит Хиллари Клинтон на Тайвань, он обрушился на неё, назвал этот визит безрассудным, бессмысленным и вредным. И вредным прежде всего с точки зрения политики Соединённых Штатов в отношении Украины. Вот я вам сейчас расскажу, в чём состоит эта политика, чтобы вы понимали. Сегодня главная цель нашей внешней политики – это Украина. Мы должны обеспечить Украине возможность как минимум остановить, а как максимум обратить вспять неспровоцированное вторжение Путина, которое в случае успеха, если этого не сделать, оно будет представлять прямую угрозу стабильности всего Европейского Союза. Что сделано? Ведь многие вещи, которые происходят за кулисами событий, многие из них мы не знаем. Вот иногда в таких статьях крупицы событий становятся ясными, которые показывают весь масштаб ситуации, её важность, что за ней стоит. Так вот, для того, чтобы создать наиболее благоприятные возможности, для того, чтобы Украина смогла обратить вспять вторжение Путина, президент Байден и Джейк Салливанд провели, а также госекретарь Блинкен провели большую работу с китайскими представителями, которая продолжалась вплоть до последнего времени. Все вот эти, включая президенты, два его ближайших влиятельнейших сотрудника, не переставая, начиная с конца февраля прошлого года, давили на китайцев с тем, чтобы они не вздумали оказывать Путину финансово-экономическую, но самое главное, военную помощь. При этом, чем пугали китайцев, что если вы начнёте это делать, то вы лишитесь, мы закроем вам рынки в Соединённых Штатах и в Европе. США и Европа занимают первое и ЕС, занимает первое и второе место, там даже трудно сказать, кто сейчас где, потому что обе страны примерно по 950 миллиардов долларов, то есть каждая из них почти триллион, два триллиона, это вот рынок для Китая, а Россия это где-то 70 миллиардов, то есть фу, это ничто. Так вот, пугали китайцев, если вы начнёте поставлять оружие России, то мы вам закроем эти рынки. И Китай, как пишет Фридман в этой статье, ссылаясь на сотрудников Госдепартамента разведки, Китай до сих пор военной помощи России не оказывал. Во всяком случае, вот администрация имеет такую информацию. В то время, когда США и Европа оказывали и оказывают военную помощь Украине. В чём опасность, такая вот немедленная опасность того, что Китай начнёт оказывать военную помощь в России. Китай является одним из крупнейших производителей очень эффективных дронов. Это вот так, даже там не надо патронов, не надо снарядов, дроны, которые сейчас судорожно Путин ищет. И в Турции пытались закупить, и в Иране, а вот они, китайские дроны и так далее. Ну и, подводя итоги визита в Пелозию туда, что же она натворила? Короче говоря, пишет Фридман, война в Украине не закончила, ситуация нестабильна, и она не лишена опасных сюрпризов, которые могут выскочить, случиться в любой день. И после всего этого она едет туда, на Тайвань, и мы собираемся рисковать конфликтом с Китаем из-за Тайваня с провоцированным, произвольным и легкомысленным визитом спикера Палаты представителей. В общем, опасность, господа, мы, кстати, об этом с вами говорили. То есть, ну, вчера-позавчера китайцы там постреляли, объявили экономические санкции против Тайваня, они прекратили контакты в области охраны окружающей среды и в военных сферах с Соединёнными Штатами Америки. Дай бог, чтобы она этом закончилась. Самое страшное лично для меня, из-за чего я вот рассматривал весь этот визит. Как бы это ни перевело к тому, что Китай, из-за чего удела или удела, не стал помогать России в военном плане. Поэтому, отвечая на вопрос одного из зрителей моего канала или зрительницы, она пишет, вот тут одни говорят, что Пелози нагнула Китай, и это классно, и многие так считают. А как же иначе? Вот я считаю, что как же иначе, потому что нагнула Китай, это дипломатический ход из арсенала путинской подворотки. Вот там все нагибают, наклоняют, показывают свою мощь, трясут ядерными причиндалами, а в цивилизованном мире действуют другие методы. И вот тут сейчас, к сожалению, Нэнси использовала дипломатический ход из арсенала путинской подворотни. Будем надеяться, что Китай не ответит. Ну, а что касается наступления, иногда меня спрашивают, где же контрнаступление? Ну, оно идет, господа. Контрнаступление, во-первых, сейчас 21 век, а не середина 20-го, поэтому война разная, по-разному бывает. Сейчас, да вообще традиционно, с начала Первой мировой войны, война контрнаступления начинается с артиллерийской подготовки. Но тогда оно одно было, а сейчас это другая. Хильмарцы, которые уничтожили уже больше, как пишут украинские источники, больше ста важных объектов врага на территории России, это и есть вот тот самый арт-обстрел. И сегодня была информация, что нанесен очередной удар по Антоновскому мосту. То есть, вот та же самая Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на свои источники вчера, сказала, что это контрнаступление, в принципе, в процессе артиллерийская обстановка уже идет, арт-обстрел уже идет. Вот. Но, но, эта битва на Юге, я цитирую, будет более напряженной по сравнению с ожиданиями большинства аналитиков. То есть, легкой прогулки не получится. Ну, вряд ли кто и ожидал ее. В ближайшие недели украинские власти надеются продемонстрировать успехи на Юге, чтобы подкрепить свои аргументы о том, что они могут выиграть войну. Дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшнее видео. Слава Украине и вооруженных силам. Я твердо верю, что победа будет за нами, враг будет разбит. Желаю вам мужества, выдержки, надежды и успехов. До новых скорых встреч.